Школа даёт ученикам не просто знания, необходимые для освоения профессии и будущей работы, но и воспитывает их. Нашему обществу далеко не безразлично, каким вырастет ребёнок и как он будет вести себя во взрослой самостоятельной жизни. Тема эта весьма актуальна во все времена, и поэтому серьёзный разговор о воспитании и дополнительном образовании никогда не бывает лишним. Представители Управления образования, курирующих воспитательную работу из всех 44 муниципалитетов Краснодарского края, прибыли в наш город, где в 12-й школе проводился краевой семинар. Председатель комитета ЗСК по вопросам науки, образования, культуры и делам семьи Виктор Чернявский принял участие в этом мероприятии и выступил на нём, отметив значимость воспитательной работы. Также он остановился на вопросах разнообразия форм казачьего воспитания. Вы знаете, что сделано очень много у нас, открываются школы, классы и так далее. В том же возрасте, как их папы или братья, люди поменяли плуг на шашку и пошли защищать свою родину, и героизм он не из книжек снизошёл, не откуда-то там, это вот такие же обыкновенные люди. И мы наследниками этих героев являемся и так далее. Это детям можно просто рассказывать. Виктор Чернявский подчеркнул, необходимость более продуктивного использования точек роста, возможности воспитания посредством кино, говорил о создании комфортной, доброжелательной среды в образовательных организациях. Здесь не бывает мелочей. Вот мы вместе с властью местной за два года где-то больше 20 кабинетов обустроили кабинеты домовоза. Рядом в Краснодарский район, там в куторе, когда мы поставили стенку для детей, для домовоза, какая-то посуда или так далее, девчонки притащили маму и сказали, вот так дома должно быть. То, что они видят в школе, они принесут домой. Лучшей профилактикой является занятость ребёнка, вовлечённость его в кружковую деятельность, занятия в системе дополнительного образования. Начальник отдела воспитания и дополнительного образования Министерства образования, науки и молодёжной политики Краснодарского края Елена Оршинник заострила внимание аудитории на основных задачах в сфере воспитания. Самое важное сейчас для вас, как для специалистов, это программа воспитания. Мы, как профессионалы, понимаем её сущность, её цель. Это сокращение документа оборота, приведение в систему и сохранение традиций школ. Это вот первоочередная задача нашей программы воспитания. Собрать всё лучшее в школе, кооперировать в единый план воспитательной работы. Федеральный план, рекомендованный, а это календарные праздничные даты, вам направлены. Сформированы региональные предложения с учётом ведомств. Это будут у нас некие дни единых действий. Они тоже должны лечь в основу плана воспитательной работы школы. И, конечно же, те традиционные мероприятия, акции, флешмобы, встречи и сетевое взаимодействие с другими организациями. Всё это сохраняется у школы. На семинаре обсуждали проблемы соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних, профилактической работы, противодействия, идеологии терроризма. Затем в микрогруппах были рассмотрены ситуационные вопросы. Участникам семинара показали современные кабинеты, библиотеку, спортивные залы. На следующий день специалисты побывали в лучших учреждениях дополнительного образования в спорткомплексе «Олимпийц». Им рассказали, как используется это огромное и оснащённое по последнему слову техники спортивное сооружение. Здесь имеют возможность тренироваться и соревноваться все категории физкультурников и спортсменов, от начинающих до самых маститых. В лаборатории станции юных натуралистов участникам семинара продемонстрировали возможности для проведения научных изысканий славянскими школьниками, увлечёнными биологией. В отделении технического творчества созданы все условия для того, чтобы ребята осваивали основы робототехники, получали такие ценные сейчас навыки и знания. У детей очень много желающих заниматься, направление очень популярное, детям интересно. Мальчишки сейчас современные любят заниматься с техникой, с компьютерами. Лего-конструктор – такая удобная вещь для маленьких ребят, где дети и конструируют, тут же подключают робота к компьютеру, кто не знаком с этим, и делают программу управления этим роботом. Большое впечатление на всех произвела детская художественная школа, расположенная в отреставрированном доме купца Мазепы. В уникальном архитектурном памятнике есть прекрасные возможности обучения и творческой работы для художественно одарённого юношества. После экскурсии специалисты обсудили перспективы и проблемы организации занятости детей во внеурочное время. Семинар стал очень полезным и продуктивным для всех его участников. Андрей Вишневский, Игорь Ванчуков, Константин Монастыренко. Программа «События».